всем привет это видео обзор коттеджного поселка золотой карп 1 и сегодня на этом видео обзоре мне будет помогать собственно хозяин этого коттеджного поселка николай савин прошу любить и жалоба николай добрый день добрый день николай расскажите про себя пожалуйста пару слов чтобы зрители представляли с кем они имеют дело 28 лет я занимаюсь недвижимостью последние 15 лет занимаюсь строительством и девелопментом разрабатываю различные проекты коттеджных поселков магазинов административно офисных зданий жилья эконом-класс в пригороде екатеринбурга золотой карп 1 это один из реализованных проектов за последние восемь лет представляет он из себя 45 домов построенных в едином архитектурном решении моя основная роль придумать идею и соответственно ее воплотить вот такая простая понятная не сложная задача каждый проект отнимает примерно от 4 до 8 лет бурной деятельности поэтому на данном этапе загородный рынок очень живой активный почему решили что нужно продолжить эту тему поактивнее и был приобретен дополнительный земельный участок и появился новый проект золотой карп 2 ну вот сейчас мы про него и поговорим я так понимаю что этот проект золотой карп 2 это будет некая аналогия карпу 1 который мы кстати говоря сейчас посмотрим и вы на примере этого поселка сможете показать как вырастают проекты из ничего здесь раньше была свалка насколько я понимаю здесь рядом находилось тепличное хозяйство соответственно здесь был отброс грунта скажем так от этого тепличного хозяйства ну то есть вы почистили да здесь все было зачищено здесь несколько сот камазов было вывезено на свалку территория была зачищена и соответственно после этого началась началось процесс проектирования и строительства это очень важно потому что некоторые коттеджные поселки так и остаются незаконченными поэтому я считаю очень важно показать нашим зрителям как выглядит золотой карп 1 для того чтобы понять во что собственно говоря в перспективе будет превращаться золотой карп 2 и вот собственно говоря хозяин который дает нам интервью сам тому доказательства но прежде чем пойти смотреть золотой карп 1 я хотел попросить вас рассказать буквально в двух словах о локации ведь локация в своем роде уникальная потому что фактически это город кстати говоря лично я из центра ехал 30 минут ровно 30 минут и я уже здесь горный щит и золотой карп где мы в данный момент находимся и является частью населенного пункта города екатеринбург мы находимся в черте населенного пункта это чекаловский район административно в чем уникальность локации от центра города действительно можно добраться за 30-35 минут а если работа и быт и скажем так деятельность человека не связана центром города то до екада здесь 3 километра до микрорайона солнечный 4 километра здесь есть прямая дорога которая занимает 5-7 минут до этого микрорайона там есть и детские садики и школы и ледовые арены и магазины и вся инфраструктура и фитнес-центры например это очень удобно это значит в рамках одного поселка при проектировании строительства фактически не нужно ничего проектировать и придумывать кроме какой-то объектов инфраструктуры шаговой доступности например магазин продукты питания небольшой кафе небольшое управляющую компанию спортивные какие-то уличные вещи а все остальное это находится в досягаемости 10 минут а какие развлечения есть здесь и вообще ну даже не здесь а планируется в золотом карпе 2 то есть вот мы находимся в черте екатеринбурга мы привыкли что в городе это высокая застройка асфальтированные улицы и природы как таковой нет надо идти в какой-то парк что здесь золотой карп в этом плане при предлагает ну то есть это что лыжные трассы велосипедные футбольные поля реки озера что что здесь есть чтобы почувствовать себя в лесу на природе 200 метров если в сторону вот города пройти скажем так там запруда реки шиловки есть можно искупаться можно поплавать на лодочке я только что проезжал мимо и там полно народу купается катается на лодках на каких-то с веслами штуках вот так вот она называется да в общем действительно народ специально туда приезжает на машинах чтобы иметь возможность отдыхать у воды какая инфраструктура для отдыха да в основном то есть люди живут и работают в городе скажем так и дети учатся или там садик ходят а здесь в основном жизнь происходит жизнь отдых когда человек восстанавливается релаксирует занимается кто-то огородничеством занимается кто-то не поверите даже у нас есть люди которые выращивают кроликов выращивают куриц индюков яйца эти курицы одна курица в день по приносит соседи свежие яйца например да это природа это растеневодство это релакс это вот турники спорт это баня это бочка это вода это загорание прогулки с собаками по лесу кому что нравится то есть на природе есть некое разнообразие когда вы сами выбираете что вам нужно можно сесть на велосипед поехать 17 километров до соседней деревни она тупиковая там небольшой автомобильный трафик не как в городе сейчас я читаю новости конфликт самокатчиков велосипедистов там кто-то кого-то сбивает дерутся там ругается то есть это же все зачем это нервные клетки они не всегда восстанавливаются а здесь сел на велосипед поехал 17 километров поел там мороженое на берегу реки часовой вот она недалеко отсюда впереди 12 километров верхнемакаровская водохранилище например есть там рыба водится в лесу вот грибы ягоды кому надо кто это любит кто-то собакой погулять кто-то на велике погонять квадроциклы снегоходы лыжи зимой белый снег в городе можно тоже поискать такие места там парк лесоводов там парк майковского сложно найти много народу мало кислороду то есть здесь на один квадратный метр вот 20 соток четыре человека да я согласен с николаем действительно место уникальное когда я сюда ехал я честно говоря ну так немножко сомнительно я вот смотрел на карту дома о город ну и чё мы сейчас увидим собственно говоря а увидел я лес природу воду сосны растут птички поют здесь действительно тихо но вот сейчас вы увидите вот это все окружение здесь действительно классно и И, кстати говоря, это мы у Николая на личном участке. Зацените. Действительно это так? То есть или это заслуга ваша личная, или все-таки весь поселок вы стараетесь перевести в состояние удобства для всех? С момента начала строительства до сегодняшнего момента прошло 8 лет. Конечно, были разные этапы стройки, когда глины по колено, и когда ни тротуаров, ни асфальта, и когда машины буксуют. Здесь суглинки, пучинистые глины. Это достаточно такая хлопотная земля и для строительства, и для всего остального. Но важно же понимать, что есть определенный уровень цивилизации на сегодняшний день. И люди, допустим, уже не хотят иметь дома с выгребными ямами, без газа, топить дровами, носить воду на коромыслах. Соответственно, асфальт, тротуары, газоны, благоустройство – это такой вот уже обычный стандартный уровень. Нормальный стандарт загородной недвижимости. И охрану, и видеонаблюдение, и огороженный периметр, и газоны, и обочину, и все остальное. В том числе ландшафт, и благоустройство, и место общего пользования. Розочки, цветочки, газончики. Это все влияет на квадратный метр будущей недвижимости. Не только для того, чтобы ее продать, а для того, чтобы люди жили и понимали, что вложенный рубль, а через 10 лет этот рубль уже стоит 2 рубля. То есть деньги не выброшены, скажем так, сохранены и выглядят в виде объекта недвижимости, благоустроенной территории, ликвидность объекта, его можно легко продать. То есть, условно говоря, дома вот в этом месте сейчас готовые. Люди иногда уезжают, переезжают, продаются от 20 до 40 миллионов рублей. Например, готовые дома в зависимости от размера, качества ремонта и размера территории. Потому что стандартно участки были по 15 соток, вот этот участок 20 соток. Есть участки у людей 70 соток гектар. Вот такие даже есть варианты. А как будет в Золотом Карпе-2? Тоже будет свобода выбора предоставлена? Да. Там есть стандартная нарезка 15 соток. Но если человеку этого мало или даже много, то есть есть улица, которая была сделана по 10 соток, потому что был такой спрос, и люди не хотят некоторые на сегодняшний день заниматься это время, хлопоты. Они хотят просто жить за городом, иметь дом 150 квадратов в одном уровне и маленький садик. Даже не огородик, а цветник, скажем так. Вот две машины, вот цветник, вот цветочки, розочки цветут. Для этого достаточно 10 соток. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, какое покрытие у нас под ногами. Это асфальт. Делая обзоры на коттеджные поселки, я просто наблюдаю такую картину, что очень часто дорога грунтовая. А это значит взвеси пыли, и все это летит на участки. Подоконники все время в пыли и все такое прочее. Здесь асфальт. Вопрос. В Золотом Карпе-2 тоже планируется асфальт? И вообще какая инфраструктура? Давайте еще раз поподробнее. Что к домам будет подводиться? Что отводится? Как это вообще? Что? Давайте подробненько. Асфальт – это не является на сегодняшний день роскошью. Это является минимальным набором тех потребительских качеств и ожиданий до покупателей, которые к нам приходят. Поэтому асфальт – это обязательная опция, без которой не обойтись. Просто ее не нужно торопиться делать. Ее нужно делать в конце, когда проложены все коммуникации подземные. И в отличие от первого карпа, где мы видим столбы и провода, во втором карпе не будет ни столбов, ни проводов. Все коммуникации будут подземные. Центральная канализация, центральное газоснабжение каждому дому, электроснабжение, освещение участка, уличной дорожной сети и асфальтовое покрытие. Индивидуальная скважина у каждого на каждом участке, потому что здесь с водой проблем нет. Она очень качественная, на глубине 40-50 метров питьевая вода. Поэтому асфальт точно будет примерно через три года после начала строительных процессов в проекте. Сначала КАМАЗы, потом вывозка мусора, потом стройки, потом скала. И когда вот это все уляжется и закончатся вот эти вот общестроительные, большегрузные транспортные вопросы, то можно будет уже выравнивающие вот эти вот слои, утрамбовка, укатка и уже асфальтированная какая-то ситуация с обочинами и газонами. Это финишная часть. Это как вот в доме лестницу и двери ставят в самом конце, когда уже обои наклеены, называется, да. И уже ничто не поцарапает, не испачкает. Так же с асфальтом. Иначе придется два раза его переделывать, а это достаточно дорогостоящий вид работы на сегодняшний день. Николай, расскажите, как будет организована инфраструктура в Золотом Карпе-2? Здесь я вижу асфальтовую дорогу и все, тротуаров нет. Есть газоны красивые, есть не очень красивые, какие-то детские площадочки есть. Как там будет? Там будет все организовано на уровне проектирования и потом на уровне строительства. Будет асфальтовое покрытие, ширина дорог там от 8 до 10 метров. Будет организована обочина. А обочина, это что вы называете обочиной? Это вот этот песок насыпанный или что? Там не песок, там пирог из нескольких слоев, крупной фракции, мелкой, средней. Для чего она делается? Ну, обочина может в поселке являться тротуаром, по сути говоря. Хотя, когда малое движение, значит, все равно дети, велосипеды и все остальные по проезжей части. Поэтому существуют лежачие полицейские, существуют знаки «Осторожно, дети!» 5 км в час. Ну, людей сложно загнать на обочину, если есть асфальт. Они как бы в любом случае, что на самокате, что на велосипеде, как автомобилисты хотят ездить по асфальту. Обочина нужна для ливневых и верховодных вод. То есть идет дождь, вода куда-то должна стекать, выходить. Здесь она организована по асфальту, ограждена поребриками и стекает, условно говоря, на проезжую дорогу. Обочина нужна для того, чтобы вода расходилась. Профиль дороги будет, условно, треугольник или со скосом в одну сторону. Обочина является слоем, который принимает воду, отводит ее, и дальше за ней идет еще газон, который выполняет примерно ту же самую функцию, только там кустики, цветочки растут еще, которым нужна эта вода дождевая. Тем самым мы добиваемся сухой проезжей части, почищенной и без луж, а там у нас политый газон. Вот такая экосистема замкнутая. Поэтому эти вопросы заранее сейчас продумываются, так же, как единое архитектурное решение заборов, которое, в принципе, вот здесь было реализовано. У каждого свои материалы, но общая стилистика, высота, цвет примерно гармонируют и похожи друг на друга. Соседские заборы. Это создает единую такую линию, скажем так. Ну, скажем так, большинству людей это нравится. Когда дома стоят по единой красной линии, имеют одну высоту, одну цветовую гамму и единые какие-то ограждающие вот эти конструкции. А там тоже планируется заборы поставить? К сожалению или к счастью, вот на сегодняшний день ментальность людей такова, что все огораживаются. Ставят вот эти вот трехметровые, два с половиной метра и так далее, создавая себе вот такую частную, уютную территорию. Пару слов. Какая инфраструктура будет общей в том поселке? Что будет для детей, для мамочек с колясками, ну и так далее там? Тот поселок 10 гектаров на 75 домовладений. Около гектара, где-то 80 соток, отводится под места общего пользования. Это спортивные объекты, это спортивный универсальный корт, футбол, баскетбол, волейбол. Зимой это будет заливаться в каток. Значит, два магазина шаговой доступности. Это продукты питания, кафе и хозяйственные товары. Значит, воркаут-городок для взрослых, кто увлекается спортом. И две детские площадки. Одна для совсем малышей с песочницами, а вторая для детей постарше. Они будут разнесены немножко в разные места. Сначала мы их собрали все в единый узел на въезде, а потом подумали, что играющие в футбол мужчины и дети в песочнице, они могут на разных языках разговаривать, у них разные темы. И поэтому мы хотим разнести эти территории немножко в разные углы. Для того, чтобы можно было еще перемещаться внутри 10 гектар. Проехать на велосипеде, прогуляться с собачкой. От спортивной площадки до детской или дойти до магазина. То есть эта инфраструктура предусмотрена проектом. Уже есть желающие, кстати, арендовать и покупать эту магазинскую тему, скажем так. Поэтому я сначала хотел это отложить на конец. А потом думаю, ну, в принципе, если сейчас есть желающие, почему нет? Можно с этого начать. И сделать вот эту въездную группу. Арку, КПП, шлагбаумы, парковки, вот эти цветочки, ягодки. Чтобы вот это вот лицо, оно уже как бы появилось сразу, а не в конце. Итак, мы на месте строительства будущего коттеджного поселка «Золотой Карп-2». Вот эта вот въездная группа за нами, ездит техника. Вот примерно в таком состоянии все было и там когда-то. Правильно? Конечно. Восемь лет назад, за пять лет, планируется начать и завершить этот проект. Вот уже первый год пошел. Мы видим черновые дороги, мы видим территорию, которая расчищается. Сейчас сроки строительства проектов короче, чем были ранее. Потому что и спрос очень активный, и все распродается очень активно. И материалы достаточно быстро дорожают. Поэтому тут расслабляться и тянуть нет смысла. Понятно. Ну, давайте я тогда предлагаю пройтись. Вы нам примерно покажете, где что будет, где какие площадки планируются. Вообще расскажете о концепции буквально пару слов. Ну, вот я вижу горку, например, уже кто-то, уже кто-то здесь зимой катается на бубликах, видимо, или на ледянках. Пойдемте, пойдемте смотреть. Это вот один из участков, я так понимаю. Тут есть с деревьями, без деревьев. Как вообще сейчас ситуация обстоит? Что продано, что не продано, что можно купить? Здесь общий массив земельный, 10 гектаров. Ассортимент участков разный. Есть участки совсем без деревьев, ровные. Они очень нравятся строителям. Там ничего не надо выкорчевывать, пилить. Размещай дом куда хочешь, в любой угол. Подводи любые коммуникации, ничто не мешает. Есть участки, плотно поросшие лесом, где очень сложно разместить какой-то объект недвижимости. Придется там частичной вырубкой заниматься и выкорчеванием. А есть вот такие участки, которые вроде бы с лесом стоят на 15 сотках, допустим, 7-8 деревьев. Но при этом есть свободные места, куда можно вписывать и дом, и баню, и беседки, и все остальные постройки. И еще важна сторона света. То есть вот солнце встает на востоке, движется на юг и потом заходит на западе. То есть сколько солнечных часов у вас будет на участке. От этого будет у вас урожай, грядки, деревья с яблоками и количество света в оконце. Инсуляция есть такая вещь. Для многих людей жизнь за городом это в том числе, скажем так, видеть солнце. Вставать с лучами солнца, значит, загорать, получать вот этот вот витамин солнечный и так далее. Получать какую-то радость и удовольствие от этого. Вопрос самый главный. Про деньги. Про деньги. Сколько продано? Сколько стоит? За год продали из 75 участков где-то 30%. Это была зима, был активный спрос, сейчас продолжается. Заграница закрыта, народ активно копит деньги и вкладывается в загородную недвижимость. По нескольким причинам. Экологично, насиделись в городе, нет моря, поедем в лес. Дети пусть дышат свежим воздухом, будут здоровыми. И еще есть такая вещь, как инфляция, рост цен на недвижимость в городе. Цены выросли за последний год, ну, очень существенно, скажем так. Средняя цена квадрата была год назад где-то в районе 62 тысяч рублей за метр квадратный. Сейчас, я думаю, процентов на 15-20 в среднем. На земельном рынке это точно так же отражается. То есть земля год назад в этом направлении стоила в районе 100-120 тысяч за сотку. На сегодняшний день цены в нашем поселке от 180 до 250 тысяч за сотку. Включая все коммуникации, инфраструктуру, о которой я рассказывал. Зафиксируйте, ребята, значит, сотка на сегодняшний день стоит от 180 до 250 тысяч рублей. Правильно я понял? Включая все. То есть на границе участка человек имеет 15 киловатт, газовую трубу, центральную канализацию, столб освещения и асфальтированную дорогу. И имеет, например, в собственности у себя 15 соток, где строит себе дом. Соответственно, вот ценник в зависимости от локации и местоположения. Без сосен одна цена, с соснами другая цена. Ближе к спорту, к инфраструктуре, к выезду одна цена. Подальше в тихом уголке другая цена. От 180 до 250 тысяч рублей за квадратный метр полезной сотки, которую человек покупает. Средняя нарезка участков 15 соток. Класс. 30% продано. Я думаю, что в этом году мы продадим порядка 60-70% этих участков. Николай, такой вопрос. Вот в некоторых коттеджных поселках говорят, что вы можете строить только такие проекты. Ну, знаем мы такие, да? А в некоторых говорят только наш подряд. Вот как у вас дела обстоят? У нас дела обстоят намного хуже. Можно строить все, что захочешь, соблюдая общие нормы градостроительства. На каждый участок есть такой документ, выдаваемый администрацией города. Называется ГПЗУ. Градостроительный план земельного участка. Знаем мы такой. Там указываются регламенты, что можно, что нельзя. Эта земля у нас СХ-3 называется. То есть садовые некоммерческие товарищества с правом строительства домов и с пропиской. Что это значит? Это значит, есть элементарные нормы отступа от красной линии, этажность от соседа от забора, нормативка от забора соседа баня, высокие крупногабаритные деревья и прочее-прочее. Посадка дома, процент застройки участка. На самом деле эти правила элементарные. Николай, еще вопрос. Вы сказали, что можно приходить с любыми проектами. Да. Друзья, вы поняли? Это значит, бегом к нам за проектами. Мы проектируем вам классные индивидуальные дома. Вы приезжаете к Николаю, покупаете участок и строите дом мечты. Правильно? Абсолютно так, да. Вопрос. Кто строит? Это ваши субподрядчики или я могу со своими прийти и сказать, так мои будут строить? Любой вариант. Любой вариант. Мы не ограничиваем наших покупателей ни в чем, кроме определенных норм, про которые я говорил. Поэтому наша задача не запрещать людям, а наоборот разрешать все, что они хотят, но не нарушая права и интересы соседей и мест общего пользования. Друзья, вот такая забота о потребителе, это не часто найдешь, я вам честно скажу, потому что мы смотрим много, ездим много где и вот продумывание таких вопросов говорит о том, что человек переживает. Мы, кстати, видели участок Николая, мы видели его дом, есть куда прийти, друзья. Ну, мне кажется, это о многом говорит. А на этом будем завершать. Если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого замечательного, на мой взгляд, поселка. Всех благ, здоровья, счастья. Спасибо, Николай. Было очень приятно с вами пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok